В этой квартире крыша течь начала еще четыре года назад, сразу после ремонта кровли в доме, уверяет Валентина Алексеевна. По ее словам, внук, живущий в этой квартире, неоднократно обращался в ЖЭК. Результатов это не дало. Пришедших коммунальщиков сырая квартира с испорченным ремонтом не впечатлила. Приходили. Ой, какого-то у вас течет. Ну, правильно, не в них, а в нас. Все четыре года течь была небольшой, но сейчас стала намного сильнее. Парень пытался отремонтировать крышу сам, не забывая просить помощи у ЖЭКа. После очередного обращения Даниилу пришла отписка. Восстановление кровли запланировано на 2017 год, а дом поставили в очередь, в которой уже томятся более тысячи зданий. Между тем, в квартире, говорит парень, от влажности горела техника, не работает большинство электроприборов, а потолок может рухнуть в любую минуту. Потекла полностью на шкаф лупой в этом году, поплесневел полностью весь. Вот черный грибок даже пошел. Двери еле открываются, ну, уже жить нереально. Просто двери, ну, уже не делают. Потолок, сам видите, просто мраке. С лампочки течет ручьем. Большая вода принесла большие проблемы и соседям снизу. Влага стала добираться и до их квартиры. Года четыре, наверное, если не больше. Их, может быть, раньше заливало, ко мне не доходило. А теперь вот, что у меня угол мокрый, и в спальне у меня, там мама парализована лежит, в спальне у меня потеки и в кладовке. В ЖЭКе говорят, что все квоты на ремонт крыш в этом году исчерпаны и бюджета уже не осталось. Поэтому начальник предлагает ждать следующего года и писать побольше обращений, чтобы проблему точно заметили. Столько крыш в этом году сделано. В этом участке, например, сделано очень много капитальных ремонтов, текущих ремонтов. Все, что возможно, все делается. И должно быть обращение. Если он один раз обратился, есть люди, которые обращаются по 20 раз, по 30 раз, коллективные письма пишут. Также начальник ЖЭКа пообещал прислать электриков уже через 20 минут после общения. Но, как сообщили жильцы затапливаемых квартир, те к ним так и не добрались. Адвокаты же советуют жильцам в подобных случаях пытаться добиться компенсации ущерба от коммунальных проблем. Для этого нужно сделать фотографии, на которых хорошо виден причиненный ущерб, и составить акты, заручившись поддержкой соседей. Далее необходимо пригласить комиссию из ЖЭКа, с которой осмотреть квартиру и подняться на крышу, чтобы установить связь между протеканиями и испорченным ремонтом. С этими доказательствами можно подавать судебный иск на городской совет и просить возместить ущерб. Тем более, что случаи удовлетворения иска уже были. Правда, информации о том, получил ли кто-нибудь деньги на новый ремонт, нет. Артур Рязанов, Михаил Воронков, Агентство телевидения Новости.